всем привет на моем канале сегодня обзор необычного мультитула прежде чем мы его посмотрим небольшое лирическое отступление как обычно в моих видео обзорах где какую-то информацию связанную с контекстом обозреваемого предмета вам рассказываю значит как мы знаем классический мультитул основу составляет пассатижи а в рукоятках дополнительные инструменты но пассатижи это не единственная основа мультитулов есть разновидности где основу составляет ножницы например лизерман микро лизерман стайл а также лизерман например частности грешил создание мультитулов секаторов то есть где основу составляли ножницы секатора такие большие изогнутые то есть это мультитулы секаторы для каких-то садовых работ значит к сожалению сейчас эти мультитулы уже не производятся они выпускались в период с 2006 по 2010 сейчас у нас 2017 соответственно уже как 7 лет их не производят они тогда были большой редкостью потому что тиражи были небольшие цена соответственно из-за небольших партий была выше чем хотелось бы за эту вещь заплатить и соответственно не распространены значит но парадокс что нашем оружейном магазине от в то время я все-таки видел один из этих мультитулов секаторов лизерман но тогда я упомню металлической коробки лежал на вид на витрине вместе с викториноксом реплика обзор которая у меня есть на канале вот этого крутого ножа значит но я тогда еще не занимался увлечением коллекционированием и увлечением мультитулами а так бы он был бы уже у меня а сейчас конечно же вы уже кто-то приобрел значит значит еще про лизерман пару слов значит лизерман выпускал три модели секаторов они назывались гибрид ну кстати забегая вперед это не лизерман но тоже бренд значит называли значит лизерман гибрид виста и дженус гибрид виста такие попроще модели у них пластиковые рукоятки были но накладки на рукоятках а дженус был такой более блатной выглядел так серьезно вот кстати у нас магазине тогда дженус я видел значит и например сейчас эти вещи действительно очень коллекционные потому что например даже цена на ebay на них составляет 300 на дженус например 300-500 долларов за секатор мультитул значит редкость по большому счету значит и в общем эти мультитулы содержали по 5 инструментов а дженус даже 4 это мало что такое 5 инструментов на две рукоятки в одной и три в другой две значит это считайте как вы знаете кто понимает мультитулах то есть в обычном мультитуле должно быть 4 5 значит они 2 и 3 то есть это мало функциональный тул и из них обязательно был клинок какой-нибудь формы пила по дереву и крестовая тверка только два каких-то инструмента были какой-то предназначены для узкой специализации для садоводничества значит а в дженусе так вообще один то что у него всего 4 дополнительных инструмента и 3 я уже сказал пила нож и рисковая вот этот мультитул который мы посмотрим здесь функционал повыше значит и большее количество каких-то вспомогательных инструментов для садоводничества значит итак посмотрим вот такой вот секатор значит сразу по бренду это бренд вот на рукоятке вы видите на одной фокус wilkinson's world кто знает кто не знает это старейший бренд то ли английский то ли американский значит с 1770 по моему его основали значит занимается бритвенными принадлежностями станки бритвы и так далее в европе очень распространен и вообще-то если даже говорить по большому счету у нас сейчас представлено два на рынке два представителя этих бритвенных принадлежностей станки лезвия это жилет и шик так вот шик и wilkinson's world это один и тот же бренд то есть они это два бренда принадлежащих или вернее один из них является дочерним предприятием другого или например вот даже читал в гугле что там какую-то статью что например в европе шика на первом англии это было вместо шика вот этих топовых моделей они продаются под wilkinson's world потому что англичане больше доверяют этой старой известной марки чем например там шику ну в общем вот такие вот информации то есть это бренд мультитул сделан в китае но это брендовый китай это фирменный китай они безродные китай как это ужас и более того например у меня там в бу состояние достался но я видел на ebay например такие запечатанные зламинированные и там на картинке была lifetime warranty пожизненная гарантия то есть это уже говорит о том что это мультитул брендовые качественный значит ну и это видно и по внешнему виду и по функционалу как-то вот сделано не не топорно вот действительно видно что бренд значит поехали теперь по самому инструменту значит рукоятки складные но он полностью не прячется складные они для того чтобы когда работаешь одним инструментом можно было одну рукоятку отодвигать и работать скажем одним инструментом но полностью не удалось сделать что то что большой функционал в рукоятках вы это видите значит и значит и получается например из лизермана вот этих трех мультитулов секатор вот самый крутой дженус который сказал он как раз тоже в такой форме у него нескладные вот это лезвие он остается наружу и в одной рукоятке там инструменты значит в рабочее положение здесь снимаем предохранитель и он получаем подпружиненную такая пружинка из нержавейки вот такие ножницы значит я ими работал на них есть следы коррозии ими видимо работали значит возможности их убрал но работают прекрасно вообще ветки режут проверял все четко классно наш приятно такая вещь секатор значит прижимаем и педальку сюда прячем все зафиксированы теперь по инструментам в рукоятках в этой рукоятке у нас серий торный ой серий торный просто клинок вот такой вот садовой формы не знаю почему считается эта форма именно садовой но даже у викториноксов на есть такие серия ножей gardener садовые садовые ножи у них тоже именно такая форма значит все инструменты блокируются здесь у нас педалька ну наподобие как у лизермана но для того чтобы сложить время пружина здесь применяется такая более примитивная технология не решили не усложнять жизнь педалями как в лизермане в самом первом супертуле для того чтобы убрать фиксатор надо открыть следующий инструмент он тогда отжимает педали мы можем спрятать первый значит но и сразу мы видим второй инструмент вот такая вот лопатка и вот можно убрать рукоятку и работы только одной значит рукоятку то есть вот такая вот лопата для каких-то садовых работ вот вам первый необычный инструмент именно узкой специализации как раз садоводничества значит если бы я был садовником я бы реально им увлекался реально мне вернее понадобился и нравился бы значит но вообще предмет коллекционирования плохой я кроме лизермана этого других моделей вообще не встречал значит следующий инструмент то есть это уже третий у нас это вот такая вот линеечка с одной стороны дюймовые снизу сверху сантиметровые значит но если бы это был как говорится безродный китай то это инструмент был бы линейка и все а на фирменном инструменте здесь у нас пилка память пилка и напильник хороший напильник насечка такая аккуратная вот по возможности передать все напоминает вот видите как все четко красиво никаких там тебе непонятных наплывов переходов значит и вот этот кончик отвертки кончик вернее этой линейки на него не носила насечка и соответственно и напильника ее можно использовать как большую отвертку плоскую значит и следующий инструмент тоже профессиональный для садоводничества не знаю точно для чего по моему это как для прививок там или надрезы в коре делать что-то такое там потом соответственно в общем какие то там есть эти нюансы так прячем эту значит рукоятку тут четыре у нас инструмента показаны между ними шайбы так хорошо проложены и с этой стороны первый инструмент уверяю благодаря и без него вернее не извлечешь остальные это вот такая вот грабелька садовая то есть можно землю грабить поворот вот такой по 90 градусов так хорошо жестко ходит не люфтит ничего абсолютно значит следующий инструмент это ножнички чтобы так пропустить надо головой маневрировать лопатки ножнички очень напоминает концепцию лизармановских ножниц векториноксовский то есть точно такая же пружиночка очень похоже видите да вот так заходит сюда следующий инструмент значит прячем ножницы следующий инструмент тоже важный это пила по дереву пила по дереву пилил ею классно пилит зубья как у лизармановских пил на себя в общем вообще без проблем деревях у перепилил она такая крупная поскольку и сам мультитул немаленький и последний инструмент значит это у нас но я уже выскакивал возможно вы увидели и он почему-то и в лизармановских секаторах крестовая тверка ой не в ту сторону зеркало встрел и закрыл значит а крестовая тверка вот такая неплохая длинная значит ну видимо что-то подкручивать какие-то ну может там таблички на растениях может какой-то снаряжение в общем как бы крестовая нужно и вот сразу покажу что рукоятки пластиковые это просто накладки а внутри составляет п-образная из нержавеющей стали рама то есть эти накладки по большому счету можно вообще если не нравится оторвать и выкинуть то есть конструкция напоминает как у бласта вот у пст у супертула у ребара то есть п-образный такой вот рама из нержавейки согнутая и внутри нее инструменты значит ну и в общем забегая подводя итог а не хотел сказать забегая вперед подводя итог значит дело то что очень специализирует к инструмент и лопата и для прививок и грабли в общем и плюс стандартные там ножи ножницы крестовая пила по дереву то есть нож в конце концов ну и секатор как самое главное и все-таки бренд wilkinson's world значит и по жизненной гранте как я увидел на этом самом на упаковке от него лейбл такой в общем ну и в по ощущениям видно что люфта нет инструменты тоже не люфтят так классно все сделано интересно и таких вещей редки я кроме вот например лизермановской вот этого не встречал подобных вещей и действительно там если вот быть садовниками или увлекаться этим делом прикольная штука понятно что у тебя будет садовый инструмент но и такую тоже все равно что он все равно по объему как обычный секатор то есть просто что в рукоятках дополнительные инструменты поэтому как бы не такая же наиплохая вещь по весу тоже он не тяжелее за секатор я так думаю все ручки металлические были бы у него у секатора обычного значит вот такая вот вещь спасибо всем за просмотр и до новых видео всем пока